ДИФИРАМП! Звезда театрала. Это наша традиция, мы каждый год это делаем. И сегодня в нашей виртуальной студии Валерий Яков, журналист, главный редактор журнала «Театрал» и основатель премии «Звезда театрала». Валер, приветствую. Добрый день. Привет. И Алексей Владимирович Бородин, художественный руководитель Российского академического молодежного театра, который в этом году, и это уже известно, и мы можем об этом говорить, является лауреатом премии «Звезда театрала» в номинации «Легенда сцены». Алексей Владимирович, наше поздравление. Самое почетное. Самое почетное наше номинация. Добрый день. Наше поздравление. Спасибо, спасибо. Как вам это ощущение, что вы легенда? Ну, вы, собственно говоря, и так знали, что вы легенда, а тут как бы это подтверждается, да? Нет, нет, ничего, смущение это не вызывает. Ну, подождите, а для вас кто легенда? Ну, кто легенды, вообще легенды. Такие легенды там приходили на «Звезде театрала». Это же вообще потрясающие люди. И, кстати, да сколько я понимаю, там легенды Лея Хиджакова. Это же с ума сойти. Там Нина Ургант. Это с ума сойти. А и Юрий Григорович. Ну, что еще сказать? В этом году мы впервые четверым вручаем мастерам эту награду. Вот Алексей Владимирович перечислил. Юрий Григорович, Илья Хиджакова, Нина Ургант. Должен сказать, что мы это сделали, потому что это единственная номинация, в которой не голосуют зрители. Но зрители предлагают на выбор дирекции премии и общественному совету. И предложений очень много обычно. И мы тогда смотрим, ну, в каком предложении больше зрительских голосов тоже невольно смотрим на это. И понимаем, что вручать двум, ну, очень жалко отказываться от потрясающих имен, которые зрители предлагают. И поэтому мы решили, ну, должно быть, пусть будет четыре легенды сцены, хотя их, конечно, в нашем театральном искусстве и мире значительно больше. Вот. И имена, ну, более чем достойные. И когда я поздравлял Алексея Владимировича, у меня такая счастливая возможность первым сообщать легендам сцены о том, что они в этом году получают самую почетную награду. Он очень смущался. Вот что меня удивило, потому что, действительно, Рамт – это легендарный театр и его руководители. Вот все, кому я об этом сообщал, никто даже ни на секунду не усомнился и не удивился, почему Бородин. Потому что оно естественно. Я думал, ты скажешь, никто не удивился, а почему я? Больше всех обрадовался, открою маленькую тайну, ваш сосед по площади. Урин. А, Владимир Урин, директор Большого театра. Владимир Урин, да, директор Большого. Сказал, потрясающее решение, отличное, потому что, действительно, Алексей – настоящая легенда. Ну вот, покажи нам статуэтку, поскольку мы не договариваемся с Валерой. Я ведь не случайно. Но я сегодня угрозе зижды театрала. Для радиозрителей «Эхо Москвы» специально в «Рояль в кустах» у меня стоит статуэточка, которую мы будем выручать. Правда, я должен сказать, что мы все еще ждем эти статуэтки. Они еще не доехали до Москвы. В прошлом году нам не удалось их вручить нашим лауреатам, потому что границы были закрыты. А ее производят в Чехии, там, старейшая мануфактура, ей больше ста лет. Такая ручная работа. Специальная для нас была сделана. Очень известный итальянский дизайнер Фабрицио Смани ее сделал. И в этом году нам сказали, что все-таки довезут и прошлогодние статуэтки, и вот для нынешнего года они уже движутся в нашем направлении. Поэтому мы их очень ждем, чтобы вручить лауреатам. А эту статуэтку я никому не даю. Потому что она у меня в редакции всегда. Потому что я ее возил на Северный полюс, показывал полярникам в 2015 году. Поэтому она так уже попутешествовала. И вообще должен сказать, что звезда театрала, наверное, единственная премия театральная, которая и на Северном полюсе была, и в космосе звучала. Потому что у нас один из членов общественного совета, Олег Скрипочка, космонавт. И когда мы обсуждали кандидатуры Аллы Демидовой и Владимира Этуша, он как раз летал. И МКС нам организовал 20 минут связи. И мы обсуждали с летающим нашим космонавтом, членом общественного совета в космосе и его коллегами, достоин ли Этуш и Демидова звание легенда сцены. И космос нам говорил, конечно, конечно. Алексей Владимирович, вы куда больше хотите, в космос или в Арктику? В Арктику. В Арктику. В космосе уже побывала. Между прочим, наша лауреатка Юлия Пересильд, она уже побывала в космосе. И она была и ведущей нашей церемонии. Так что легенды сцены и лауреаты премии «Звезда театрала» они визиты. Тут надо сказать все-таки, что Алексей Владимирович не просто там легенды сцены Бородин. Он все-таки как действующий режиссер и руководитель театра был не раз номинирован на «Звезду театрала». И спектакли «Рамта» были номинированы и получали. Поэтому это не просто, что называется, «за вклад». Это потому, что уже пора, что называется, по выслуге лет. Алексей Владимирович, скажите, пожалуйста, что такое вообще театральные премии для вас? Насколько они важны? Не для вас, может быть, даже лично, а для деятелей театра сегодня. Это показатель чего для вас? Ну, знаете, вообще, честно говоря, премии – премии рознь. Одни премии, так сказать, даются по каким-то одним критериям, другие по другим. Почему я отношусь вот к этой премии «Звезда театрала», который вот Валерий Васильевич уже столько лет ведет? Я отношусь к этому очень, ну, что ли, сердечно и с таким уважением и такой любовью, потому что в ней есть какая-то, мне кажется, правильность посыла. Понимаете ли, это премия, там работает общественный совет, работает редакция или еще, но это мнение зрителей. Мне кажется, все-таки, вы знаете, с моей точки зрения, театр все-таки существует прежде всего во имя публики. Понимаете, когда мы говорим, вот кто в театре главный – артист, режиссер, драматур, там кто-нибудь. Публика важнее всего. Вот это мое глубочайшее убеждение. Понимаете, когда у театра есть публика, да еще своя публика, которая любит этот конкретный театр, понимаете, или сюда идет, вот это здорово. И когда вот эти симпатии зрителей выражаются в том, что зрители голосуют или так дальше, то, мне кажется, очень-очень правильно, когда не только профессиональные критики или профессиональные люди оценивают то или другое, но оценивают публика. Мне кажется, я отношусь чрезвычайно с уважением к публике театральной, которая, кстати, очень небольшое количество в процентном отношении всего населения. И мне кажется, это такая часть людей, которые имеют право рассчитывать на то, что все делается, что называется, на сливочном масле. Это Караводский так говорит. Спектакль «Вот на сливочном масле». Вот мне кажется, что вот эта публика, вот эта часть населения, которые работают в театре, мне кажется, они очень многое определяют их жизнь. Я очень люблю, когда совпадает мнение критики и мнение публики. Это бывает нечасто, скажу я, но когда это происходит, мне кажется, это очень важный момент такой резонирующий, общественного восприятия с восприятием профессиональным. Мы не сказали, что церемония пройдет 6 декабря, да, Валер, в театре Вахтангова, как обычная. 6 декабря вечером, в 20 часов начала, в 18.30 мы начнем принимать гостей, встречать, потому что время увеличили, потому что обязательное требование проверка QR-кода у всех, ну, либо ПЦР-теста, там свежего, там не более 72 часов, поэтому это усложняет немножко прохождение, всю эту процедуру, и мы это будем соблюдать, но 6 декабря очень ждем всех. Должен сказать, что зрителям нашим, они голосуют из десятков стран мира, в общем, каждый раз, что меня очень радует. У них тоже есть возможность это смотреть, потому что будет идти онлайн-трансляция на многих ресурсах. Вот я тот самый зритель из стран мира, я очень хочу посмотреть. Это будет показываться в эфире, да, в прямом серии? Да, да, прошлую церемонию смотрело полмиллиона человек, поэтому я надеюсь, в этом году, может быть, будет больше. Очень хотелось бы на сайте журнала Театрал, на сайте ИТАР-ТАС, наш партнер, в общем, очень много инфрационных партнеров, на сайтах которых будет идти трансляция. Мы это все напишем у нас на сайте Театрал, и можно будет выбрать, где удобнее смотреть, и смотреть. С 8 часов вечера 6 декабря. В этом году кто ведет церемонию? В этом году ведущая Нонна Гришаева, совершенно замечательная и актриса, и руководитель театра, и лауреат нашей премии, неоднократный, по-моему, даже. И Олешка. Александр Олешко дает более чем профессиональный, интересный, зажигательный. И я надеюсь, что у них все будет здорово ставить церемонию Алексея Франдетти. Поэтому даже для меня пока загадка, что это будет и как это будет, потому что он очень креативный, очень интересный, очень творческий. Но я скажу нашим слушателям, да, что Александр Франдетти – режиссер номер один в России в жанре мюзикла. И его лучшие, все его работы – просто потрясающе себя событие. В прошлом году как раз он был номинирован как лучший режиссер и автор лучшего спектакля. И мы также вот в этом формате встречались на Ихе Москвы. И выиграл. Перед церемонией вручения и выиграл. Да, молодец, очень талантливый парень. Так что я думаю, что в любом случае это будет интересно. Сейчас он между двумя премьерами. Он поставил в Мариинке, вот у него вышел спектакль. И сейчас готовит матаганки. И между ними, соответственно, ставит церемонию. Поэтому просто его поймать очень сложно. И я пока сам не знаю, что там будет происходить. Но думаю, что будет очень интересно. Тогда самое важное – тогда нужно обратиться к Алексею Владимировичу. Если уж Франдетти находится между премьерами, то что говорить о легенде сцены? Алексей Александрович, у вас там какие дела? Что там происходит в театре? Буквально несколько слов про это. Скажите про вашу сегодняшнюю жизнь театральную. Ну, про сегодняшнюю жизнь. Все идет у нас в активизации. И я сразу после «Горе от ума» репетирую. Вот, значит, по повести Алексея Варламова «Душа моя, Павел». Вот спектакль. Это замечательный автор. И мне кажется, очень интересно. Полина Бабушкина сделала инсценировку. И вот, значит, я сейчас над этим тужусь со страшной силой. И вот надеемся в феврале, в марте это выпустить. А дальше меня ждет новая пьеса Стоппорта, которую он прислал, которая уже переведена. И это «Леопольный штат». «Леопольный штат». Замечательная пьеса. Он присылает мне свои новые работы всегда первым здесь в России. А «Душа моя, Павел» – это про Павла Первого? Нет, нет, нет. Это 80-е годы. Наши, наши. Моей молодости. И все. И очень это такое, мне кажется, очень интересное время. И очень интересная повесть. Просто замечательный роман. «Роман взрослений» она называется. Там так история построена, что вот человек, герой, который проходит через эту жизнь советскую, в которую он попадает, веря в то, что все прекрасно и все замечательно в этой стране, которая строит социализм, коммунизм и все, что хотите. Потому что он требует закрытого города, где все прекрасно. И сталкивается вот с людьми, которые уже прекрасно понимают, куда все идет и что происходит. Это для него колоссальное открытие. И это, мне кажется, очень интересная тема. А сколько героя лет? Героя, ну, сколько, 18-18 лет сразу после школы он приезжает, поступает, начал факт в МГУ и каким-то чудом совершенно невероятным проходит туда и дальше начинается его жизнь. Это вообще очень интересно, почему я так спрашиваю подробно и про возраст, и про героя, потому что это все как бы такой цикл проходится от Щекочихина «Ловушка номер 42, рост второго». Да, 146. Это спектакль был культовый и знаковый не только для нашего поколения, но и лично для легенды сцены Алексея Владимировича Бородина, поскольку это был такой совершенно крутой разворот российского молодежного театра. По-моему, в ту пору это еще был ЦДТ, да? Или уже РАМТ? ЦДТ. Да, 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 да. Чтобы вы понимали, дорогие друзья, это что такое для меня? Это, скажем так, ну, как для поколения моих родителей над пропастью воржи. Вот как бы такой образ такого подростка, который становится взрослым на наших глазах. Это вообще очень здорово. Очень, очень. Очень, очень. Надеюсь. А когда премьера? Вот она должна быть в феврале, кажется. Будем надеяться. Тогда мой вопрос к Валерию Васильевичу. Валер, а вот что касается детских спектаклей, вообще спектаклей для детей, какие вообще изменения и метаморфозы этот жанр претерпел за последние годы, на твой взгляд? Ну, мне трудно сказать, потому что я не очень часто, к сожалению, хожу на детские спектакли. Дети выросли, потому что все дети взрослые уже. Да, дети мне помогают организовать церемонию, главной моей опорой в этом тяжелом деле. Но что касается Рамта, то для меня это проблемный театр, честно признаюсь, как для организатора премии. Потому что вот я сейчас услышал о грядущих примерах, потому что всякий раз, когда театр Рамт попадает в лонг-лист, то я понимаю, что он обязательно будет в шорт-листе, потому что у него такая активная группа поддержки, и так много, видимо, молодых зрителей, которые обожают этот театр, что они всегда голосуют за все, что бы там ни поставили. И я понимаю, что каждый раз обязательно опять будет Рамт, и мне будут говорить так, ну, у вас какое-то пристрастие к театру Рамт или там еще к двум-трем театрам. И мне всякий раз приходится объяснять, пристрастие не у меня, а у публики, у зрителей, которые обожают этот театр, которые выросли уже, их дети теперь туда приходят, их внуки приходят и любят, и голосуют. А я тебе скажу, почему. Я тебе скажу, почему. Потому что Бородин, собственно, как и театр до Бородина, этот именно театр центральный детский, а потом Рамт, он занимается вот абсолютно последовательно воспитанием собственного зрителя. Вот буквально вот с пеленок, да, Алексей Владимирович? Да, да. Вы знаете, я вам должен сказать, что там в номинации детский спектакль в этот раз, я страшно этим горжусь, потому что там есть спектакль наш. Это спектакль «Петя и Волк». Это Егор Перебудров, режиссер, которого, значит, я выбрал в своей продолжателе своего дела. Он, собственно, главный режиссер. Главный режиссер, да. Он сделал, ведь «Петя и Волк» про кофе написал для Центрального детского театра по заказу «Наталья Ильичный сад». И вот он сделал просто потрясающий спектакль, я считаю. Понимаете, с большим, потрясающим оркестром, с нашими артистами. И там первая часть – это по замечательному композитору Половинкину, который совершенно, не знаю, ну, несправедливо, что называется, как-то отошел на второй план, он просто грандиозный композитор. И вторая часть – это «Петя и Волк». Это очень, мне кажется, интересное продвижение нового вот какого-то жанра детских спектаклей. Это очень важно. Вообще детские спектакли, если бы серьезно говорить, они, конечно, требуют какого-то нового взгляда, понимаете ли, такого ни в коем случае не уступающего взрослым спектаклям. Вот это очень важно. И то, чтобы тогда Наталья Сац пригласила не кого-нибудь, а Сергея Прокофьева, написать «Петю и Волк», но эта музыка совершенно, ну, она звучит во всем мире всегда, во всех концертах, и очень-очень известная, очень популярная. И вот она написана была для детей. Понимаете, если вот на таком уровне разговаривать с детьми, то, мне кажется, а дети, между прочим, так как это лучшая часть общества, мне кажется, дети. А кому приписана эта фраза, что для детей надо играть так же, как для взрослых, только лучше? Станиславского? Станиславского, кажется, Станиславского. А меня что радует, не могу не сказать, меня что радует, что в этом году в этой номинации представлена не только Москва. И это очень важно, потому что... В детских спектаклях, да? Да, в детских спектаклях. Это Новосибирский театр музыкальной комедии, у них там спектакль «Кошка, которая гуляла сама по себе». И Большой театр «Кукол из Питера» тоже со спектаклем «Меня удочерила горилла». И это очень здорово, что детские театры в регионах сейчас тоже пользуются популярностью. Мало того, должен сказать, что в этом году как-то необычайно много, у нас 18 номинаций, необычайно много представлены региональные театры. У них 11, по-моему, региональных театров представлены в разных номинациях. Вот. И я понимаю, что это, видимо, вызвано в том числе и пандемией, потому что, ну там с кинотеатрами была проблема, с театрами чуть лучше, и люди потянулись к театру, потому что самое живое искусство, которое осталось, где можно было отойти от всех этих печалей и всего, что нам принесла эта беда, это театр, где можно было смотреться душой. И народ потянулся в театр, и я это просто сам вижу, когда хожу в театр. Вот. И стал как-то искать возможность отблагодарить, видимо. И поэтому там так активно номинировали региональные театры в этом году, что, повторяю, меня очень радует. Я, кстати, вспоминаю слова, по-моему, Кости Райкина. Он говорил, что очень сильно отличаются города, в которых есть театр, от городов, в которых театра нет. Отличаются по атмосфере и, главное, по людям. И мне кажется, что это очень точное наблюдение. Вы согласны с ним? Да, конечно. Я его всех спрашиваю. Конечно, согласна. Потому что Алексей Владимирович сам работал в региональном театре. Да, да. Да, и нема... Да, да. Так что, да, я в курсе дела очень хорошо. Причем в городе, который подарил ни одного мастера театрального миру и Москве. Да, да, да. В Кирове, да? Конечно, конечно. Много нас. Много нас. Хотите опять в Киров поехать руководить театр? Руководить театром? Ну, мне уже поздно, но дело в том, что я Киров так люблю и так с такой радостью езжу туда, когда есть такая возможность. И, конечно, это совершенно родной для меня город, в котором я работал 7 лет практически. Где, собственно говоря, оно состоялось, мое какое-то становление. Ну, кстати, я хочу вам сказать, что в отличие от политической жизни, театральная жизнь, она в этом смысле строго следует вот такому вот принципу, что лучшие люди, талантливые люди, они появляются не в Москве, они приезжают в Москву из региональных, из регионов, уже зарекомендовав себя как талантливые действующие режиссеры. И это не только сейчас. Мы можем там причислять имена, там через запятую. Эти все, там, не знаю, Кирилл Серебренников, да, там еще то, что мне сейчас в голову приходит. Да, это все люди, которые состоялись там, которые для себя прошли эту школу и появились в Москве уже вполне на законных основаниях. Франдельти, Марчелли, Думинос, можно в каждом театре называть имена, которые потрясающие имена. Тимофей Кулябин, прекрасный режиссер, да вообще много-много. Ну, Коляда, видишь, он такой вот, его не заставишь в Москву приехать. Не, приезжает и даже не читает. Ну что, мы должны делать небольшой перерыв. Напомню, что сегодня повод для нашей театральной встречи – это грядущая церемония вручения премии «Звезда театрала», которая, повторю, пройдет 6 декабря на сцене театра Вахтангова. ДИФИРАМП Возвращаемся в программу «Звезда театрала», ой, «Звезда театрала». Правильно, возвращаемся в программу «Звезда театрала», которую мы поем сегодня ДИФИРАМП. Здесь в студии наши виртуальные Валерия Яков, главный редактор журнала «Театрал» и основатель премии «Звезда театрала» и художественный руководитель «Театра РАМТ» Российского актимического молодежного театра Алексей Владимирович Бородин, который сегодня пребывает в статусе «Легенды сцены». Именно эту премию он получит, и это уже известно, на сцене театра Вахтангова 6 декабря этого года. Валера, мы не сказали про возможность попасть, про возможность смотреть по трансляции ты сказал, а попасть еще есть возможность людям, которые в Москве? Да, попасть в возможность есть, билеты продаются, их на разных ресурсах можно купить. Но кто покупает билеты в театр, знают эти ресурсы билетные. В конечном итоге можно с сайта журнала «Театрал» на них зайти и выбрать. И почему еще, я для себя так понимаю, билеты не разлетелись, хотя обычно они разлетаются у нас. Но, видимо, из-за вот этих проблем с проходом, не у всех есть QR-коды, и, наверное, поэтому еще билеты существуют. Они не очень дорогие, но тысяча рублей, тысяча-две тысячи рублей, в принципе, по нынешним временам это вполне доступно, потому что зрелище обещает быть крайне интересным. Поэтому приглашаю, покупайте, приходите. Но главное, у нас осталось до 30 ноября буквально пару дней, и еще есть возможность проголосовать, да. Поэтому это сейчас самое главное, это может изменить и расклад, в общем, потому что есть там целый ряд номинаций, в которых буквально, в общем, балансируют на 1-2% друг от друга претенденты. Поэтому я всех просто прошу, кто слушатели и радиозрители «Эхо Москвы» любит театр, просто заходите на сайт театралы и голосуйте, потому что каждый ваш голос важен и дорог театрам, актерам, режиссерам. Вот это очень просто сделать, просто зайти и, соответственно, поддержать тех, кто вам нравится. При этом не стесняйтесь того, что вы не видели спектакль, потому что я понимаю, что, наверное, 90% из тех, кто голосует, а у нас... Голосуют сердцем. Ну, голосуют, да, но потому что у нас больше 100 тысяч в прошлом году проголосовало, в этом году, к сожалению, меньше, и меньше именно зарубежных зрителей голосуют, видимо, потому что не было гастролей, театры России не имели возможности ездить по миру из-за известных причин, и русские зарубежные театры тоже, к сожалению, большинство из них, мы о них постоянно пишем, рассказываем в театрале, большинство из них не могли работать, потому что тоже пандемия везде. Соответственно, зрительская активность зарубежная снизилась, и у нас пока-то, ну, менее 80 тысяч человек проголосовало. И я понимаю, что большинство из них не видели премьеры московские, но голосуют, зная по фильмам, любя тот или иной театр, или потому что смотрели в онлайне, ну, по разным причинам, потому что мне всегда было интересно, при возможности я пытался выяснять, а почему, почему вы там голосуете, когда с кем-то общался. Вот, то есть, правильно Ксения сказала, что голосуют сердцем, наверное, просто... Поэтому и премия самая субъективная, самая эмоциональная и субъективная, потому что голосуют, потому что просто любят. Ну вот, да, действительно, это важно, и что из-за театрала никогда не пряталась в этом смысле, никогда не отрекалась от собственной субъективности. И в этом ее, как мне кажется, главное обаяние и главная жизнестойкость. Я вижу, как театры ценят это признание. Ну, собственно говоря, об этом уже сказал Алексей Владимирович Бородин в начале нашей программы, что как важно, что это зритель, зритель голосует. Мы же еще привыкли, мы же все такие снобы, Алексей Владимирович. Мы же привыкли думать, что зритель, публика дура, как говорится, да? Что она любит безобразное, любит пошлое, любит банальное, а настоящего искусства она не ценит. Так вот, звезда театрала полностью опровергает абсолютно вот это вот достаточно такое стойкое утверждение. Да, Алексей Владимирович? Ну, я не знаю. Я думаю, что зрители театральные – это прекрасные люди. Те, которые входят в театр, и я думаю, что… Ну, я сижу и по нашему залу, или вот… Я только что посмотрел из новых спектаклей, только что посмотрел два потрясающих спектакля. Это была «Война и мир» в театре Вахтангова и «Дон Жуан» в театре Фоменко, где Крюмов Дима поставил роскошный спектакль. И это два замечательных спектакля, и какие же там зрители. Понятно, «Война и мир» – это была одна из премьер, но «Дон Жуан» уже идет долго, но это потрясающие люди приходят. Да я могу судить по нашим зрителям, которые наполняют наш зал. Это потрясающий народ. Просто очень интересный, очень ждущий какого-то впечатления сильного, какого-то диалога. Мне кажется, зрители сейчас очень ждут, так как совершенно нет мест, где можно вступать в какие-то дискуссии, в какие-то диалоги, когда мы слышим друг друга. И когда зрительный зал слышит то, что идет со сцены, и эта энергия, которая из зала идет на сцену, это ничем не сравнимая речь. Публика – это самое замечательное, мне кажется, театральная публика и это самая замечательная часть общества, я считаю. Похоже на советское время, когда публика театральная приходила не за развлечением, а совсем даже наоборот, за пониманием, за то, что почувствовать, что ты не один так думаешь и так видишь. Да, 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 конечно, конечно. Но я вот называю ту часть публики, которую я знаю, что они такие же. Такие же. Они тоже приходят за то, чтобы что-то отвлекалось для них значительное и важное, и серьезное, в какой бы форме это ни было, в комедийной или в драматической, какой угодно. Но то, что людям не хватает содержания сейчас, содержания, которое бы шло от телевидения, от этого. И для думающей части людей, я думаю, что этот дефицит, он вот здесь вот может восполняться. Ну, в таких спектаклях, которые, ну, на которые я попадаю, на которые я хожу, например. Не потому, что я такой умный, а потому, что просто это действительно замечательные, замечательные, содержательные, яркие такие спектакли. По вашим ощущениям, Алексей Терентьевич, я попросила бы ответить на этот вопрос и вас, и Валеру. Такого цензуры и самоцензуры коснулось уже театрального пространства или пока еще нет? Вот вы, как режиссер действующий или ваши коллеги в театре, они понимают, что проходимо, что непроходимо, или пока еще про это не думают? Вы знаете, что я могу судить по себе, по своему театру, конечно. По себе, по своему театру, по людям, которых я хорошо знаю и знаю, что для нас это сейчас не проблема никакая. Самоцензуры нет. Более того, так как есть целый ряд каких-то указаний, пожеланий. Я знаю, как часто бывает, когда вдруг начинаются какие-то такие общественные мнения по поводу того или другого, то возникает у нас, наоборот, некое такое упрямство в сохранении самих себя. И поэтому мы всегда говорим то, что мы думаем на самом деле. Мне кажется, это очень важно, когда театр со сцены говорит то, что он думает, и не на сцене, что называется. Валер, а ты как считаешь по твоим наблюдениям? Ну, я думаю, что до театра, наверное, цензура и, может быть, сама цензура еще не дошла, хотя стоит уже на пороге, мне так кажется, потому что ощущение тревоги стало появляться. Вот, и от этого никуда не денешься. Я это вижу и чувствую. И вижу активизацию каких-то, опять там, не знаю, доносов, каких-то поклепов, причем в таком худшем виде, в таком анонимном, возникают определенные, не знаю, сайты, не сайты, всевозможные, которые... Всевозможные офицеры России. Да, да, всевозможные офицеры России. Да, эту ситуацию я очень хорошо помню, потому что я пытался дозваниваться до этих офицеров. Некоторых из них я хорошо знаю не один год, и они к этому не имели никакого отношения. И определенные структуры начинают на это реагировать, при том, что когда к ним обращаются там тысячи людей неанонимно, абсолютно открыто со своими подписями, они этого, как отчасти, не замечают. Но это другая совершенно тема. Зритель сегодня тянется к театру, и я согласен с Алексеем Владимировичем, потому что это место диалога, это место новых, это место дополнительных смыслов. Потому что сегодня опять спектакли начинают приобретать более глубокие смыслы, ничем просто произведения, поставленные в очередной раз. Как это было при Савейской власти, и мы все это помним, почему там любили прорваться на таганку, там стоять ночами за билетами в Линком, в РАМТ смотреть там Юру Щекочихина, потому что те тексты, которые там звучали, и то, что мы там видели, это было продолжение наших кухонных разговоров. И мы это понимали, мы это чувствовали, и поэтому тянулись к театру. И сейчас начинают возникать опять, к сожалению, те времена, когда телевизор смотреть, ящики смотреть нечего, кинотеатр, в общем-то, стал предсказуем, и там на блокбастере душой не отдохнешь, и ответы на свои вопросы не найдешь. А в театр ты можешь прийти, посмотреть, не знаю, вот как «Войну и мир», вспомнил Алексей Владимирович, да, ты смотришь «Войну и мир», текст абсолютно толстовский, абсолютно, вот там нет никаких, каких-то своих дополнений, но он абсолютно современный, потому что ты понимаешь, что речь идет о сегодняшнем дне, а не о 19 веке. Вот, и поэтому совершенно другой зритель стал, и поэтому он так тянется к театру, и поэтому он так активно голосует за театр, потому что он хочет сказать спасибо театру за то, что он сегодня такой. Я просто счастлив, что у нас есть эта возможность, быть, скажем так, посредниками между зрителем и театром, и давать возможность зрителям выражать вот свое отношение, в том числе и в такой форме. Единственное, что, к сожалению, мы не могли организовать в этом году, чтобы зрители приходили, приезжали издалека, и участвовали в церемонии, как мы это уже стали делать, и мне было ужасно приятно, когда там выходили на сцену зрителей из Смоленска, девочка-десятиклассница из Витебска, которая участвовала в конкурсе, выиграла билет, просто она вышла счастливой на сцену, не веря, что она в настоящем театре, среди актеров, и она может вручить награду тем, за кого она так переживала. Поэтому это, конечно, очень здорово, что сегодня такой театр, что сегодня такой зритель. Безусловно, я согласна, что театр имеет значение не только как вид искусства играет роль важнейшую в таком визуальном диалоге с публикой, но и как, мне кажется, терапевтическое, безусловно, оказывает влияние, особенно в такие тяжелые периоды. Мы с вами сегодня говорили про пандемию, которая внесла очень много беспокойства и трагедий, безусловно, в нашу жизнь. Мы с Валерой до записи вспоминали, скольких людей мы потеряли и теряем, в том числе и из театрального мира. Это просто ужасно. Каждую неделю у нас одни сплошные прощания. Но помимо пандемии мы же видим, что происходит и в стране, что... У меня такое ощущение, вот скажите, права или нет, мне кажется, что именно театральная публика, ну, не та, которая на комедии антрепризы приходит, она настоящий театр, она как раз та самая публика, которая знает, что происходит в стране, знает про то, что пытаются уничтожить мемориал, и что это такое за организация, иностранный агент, умеешься на сказать, да, знают, что по всей стране чуть ли не каждый день происходят только аресты и обыски, и героев назначают преступниками, а преступников возводят в ранг героев. Мне кажется, как раз вот в этом смысле театральная публика, она из реального мира, и может быть, она-то как раз и самое ценное, что есть в этом диалоге, потому что понятно, что друг от друга мы хотим. Я говорю, мы как театральный зритель, когда я прихожу в зал, я понимаю, что я пришла туда, где меня не обманут, и где знают ровно то, что знаю я. Мне не нужно здесь как бы вот делать вид, что мы только пришли развлекаться. Не знаю, понятно ли я говорю, про что, но скажите, что вы думаете про это. Потому что, когда приходят на спектакль «Демократия в рамп», ну понятно, что туда приходят не для того, чтобы развлекаться, а для того, чтобы найти какие-то ответы, которые сегодня невозможно найти, не знаю, ни в официальной прессе, ни в официальном телевидении, вот, может только в кругу своих друзей, там, и, не знаю, и может быть родных. Вот, поэтому ты абсолютно права, что театр становится совершенно реальным, совершенно каким-то неожиданным новым храмом. Да, ну храм может быть немножко не то слово, куда действительно можно прийти со своими сомнениями. Вот, и неожиданно найти или обрести круг единомышленников, даже не разговаривая с ними, потому что зал начинает жить и дышать одним каким-то, одной энергетикой какой-то из-за того, что происходит на сцене, и понимать, что там происходит. Поэтому сегодня совершенно другой зритель, другой театр, и, ну, это, наверное здорово, потому что с одной стороны здорово, с другой стороны печально, потому что в эпоху сложную советских времен возникали прекрасные произведения, которые становились глотками воздуха, и теперь мы опять возвращаемся, может быть, в какой-то степени в ту ситуацию, когда глотками воздуха становятся хорошие спектакли, неожиданные постановки. Знаете, я тоже, если можно, тоже скажу два слова по этому поводу, потому что, мне кажется, вы совершенно правы, когда говорите о том, что театр должен быть вот тем местным, о котором мы говорим. Я хочу немножко с другой стороны, может быть, сказать, что, вы знаете, мы говорим же о театре живом. Живой театр всегда связан с ощущением свободы, иначе он не живой. Это нельзя, это одно и то, это как бы равные величины. Живое и свободное. И поэтому вот это настоящая, настоящая такая серьезная, искренняя правда, которая может идти со сцены в буквальном ли смысле какой-то публицистики или опосредованно какими-то вещами, да, вот, мне кажется, вот это само живое, которое так тянет зрителей в театр, которое идет со сцены. Я заметил, между прочим, что когда вот началась эта страшная история с пандемией, то зрители, это же был момент, когда можно было только 25% зрителей видеть, это было довольно трудно, но эти зрители 25% замещали 100%, потому что они так были благодарны тому, что артисты, невзирая ни на что, ни в каких, ни в масках, а вот так вот друг с другом, так открыто, так свободно продолжают жить, понимаете, на сцене, что это вот вызывало какое-то совершенно особое чувство. И, кстати, это, мне кажется, во всем этом всегда можно найти какие-то свои проверки, что ли, понимаете, мы проверяем себя на то, достойны мы люди или нет, верны ли мы своим понятием правды или нет, понимаете, и все, и это связано всегда с живым искусством. Это всегда так было, есть, и я уверен, будет. А как противостоять мракобесию, скажите мне, подождите, я ответ на вопрос хочу получить. Как противостоять мракобесию, вот как людям искусства, и театральным, и другим, поскольку мы видим, как постепенно это как какая-то паутина покрывает страну, мракобесия от каких-то вещей, связанных с наукой, с здравоохранением, простите меня, с историей, и заканчивая отношением к искусству. Вот мы тут вспоминали историю, проявили и Ахиджакова, которую там офицеры России, какие-то другие маргиналы обвиняли в том, что она там матом ругается и пьяная ходит по кладбищу и оскорбляет память предков или что, потому что я же не знаю, что ее меняли. Но мы так дойдем до абсурда, мы будем героев пьес тащить в суд. Мы тут с Ирой Петровской доводили это до состояния полного ужаса, когда предлагали, а давайте Катерину пригласим в суд за пропаганду суицида. Почему? Почему нет? Или Гамлета. Можно дойти до полного ужаса. Ведь глупость без культурья, такая тупость, какая-то, ну, культурная тупость, если можно так выразиться, она всегда была, есть и будет. Мне кажется, тут ничего нового нет. Просто то, что это сейчас каким-то образом провоцируется, что ли, каким-то образом поддерживается, вот это, вот это, мне кажется, серьезный вопрос. И здесь мы можем отвечать только своей работой и своими делами и в каких-то особенных, важных случаях быть вместе и не уступать, понимаете, и высказывать то, что мы думаем совершенно откровенно и без всякой, без всяких, без всяких. Валер. Да, а мне тут даже подсказать нечего, лучше, чем сказал Алексей Владимирович, не скажешь. Ровно так, потому что единственное, чем можно противостоять этой тупости и этому мракобесию, это просто действительно оставаться самим собой, вот, и не разбегаться по кухням и не прятаться, понимаете, потому что тогда нам будет сложнее. А так, если мы вот мы пишем, вы играете, вы рассказываете, а зрители сопереживают и голосуют, вот мы уже вместе, понимаете, и причем голосуют ведь мне за, предлагают мне какие-то второстепенные, не знаю, шлягерные какие-то там вещи, достаточно посмотреть на номинантов, и мы понимаем, что зритель сегодня очень умный, очень грамотный, вот, и умеет отличить там дешевую мерпризу от действительно серьезного спектакля, потому что, ну, режиссер, вот так у нас в шорт-листе Юрий Бутусов, лучшие режиссеры, Александр Иванов, Константин Рамм. Это, кстати, спектакль, по-моему, Рамм-то, да, есть в номинациях? «Сын». Спектакль «Сын», да. Иванов – это «Мертвые души», совершенно потрясающая история, которую играют два человека, Аронова со своим сыном играет там все роли «Мертвые души». И плутни с Капена, поставленные Райкиным. Это режиссеры, а спектакли, там, большая форма у нас, «Король Лир», «Ричард Третий» и никого не с вами. «Король Лир», А «Король Лир» это тоже, по-моему, опять же, Бутусовский, да, Бутусовский, да, в театре «Вахтал». Ну, то есть, ну, вот, по работам, которые предлагаются зрителям, виден уровень, класс и понимание зрителям того, что в театре стоит поддержки, за что стоит голосовать. И, соответственно, и тем самым не уступать вот этому такие марковещи, которые, к сожалению, реально, действительно, нарастают во всех сферах жизни и в том числе уже и в доставочных до театров. Самое большое, конечно, отчаяние, то, что вдруг я, не знаю, как вы, я вдруг понимаю, что все это бесполезно. Чтение литературы, слушание музыки, смотрение спектаклей, смотрение киношедевров, чтение стихов, все не имеет никакого смысла, потому что все равно в итоге побеждает тот самый, ну, образно говоря, грядущий хам, о котором уже не раз много сказано, но мы сегодня именно опять в это время вступаем. И для меня загадка, почему не получается, почему большинство людей не получается, не любое слово воспитать, причастить, приучить к хорошему, к высокому, к... Алексей Владимирович, что вы думаете? Вы знаете, я думаю, что пока пока не станет ясно, что образование и культура это первый вопрос, ну, кроме медицины, которая, наверное, все-таки самый первый вопрос, а дальше образование и культура, и когда это все будет по остаточному принципу, все равно, когда решатся вопросы серьезные, будут чиновники решать, совершенно иногда дикие, непонятные, так сказать, не для здравомыслящих людей, профессионалов, дело, понимаете, тут иногда хоть падает, понимаете ли, всего этого, пока мы не поймем, что надо бы призвать, ну, как бы, ну, что ли, самых, их много, самых умных, самых толковых людей, и тогда решать тот или иной вопрос, понимаете, до тех пор, пока это будут решать чиновники, которые, может быть, сами не виноваты, но они совершенно некомпетентны, понимаете, просто, по всем вопросам, до тех пор, все это и будет так продолжаться, но вы знаете, тут в данном случае я, так сказать, оптимистично смотрю на это все, потому что я считаю, что все равно должна продолжаться вот эта, как вы говорите, практически, бессмысленная история, понимаете, потому что она все равно формирует что-то и формирует новое поколение и так дальше, и я просто это точно знаю, ну, я работаю в театре, который, как бы, сказать, своим знаменем, так сказать, несет здравствуй, племя, молодое, незнакомое, понимаете, то вот этому молодому, незнакомому, мне кажется, есть смысл сейчас, сейчас нести что-то такое, что будет противостоять тому, что на них, на бедных, сейчас, это форма защиты, в том числе театр, он человек защищает, вот это очень важно, Валера, ты добавишь? и поэтому, и поэтому, и поэтому я бы не был столь пессимистичен, несмотря на эру мракобесия, потому что в театре помолодела публика, я это вижу, это не только в молодежных, там, и детских театрах, что логично, но и во взрослых, серьезных театрах публика очень помолодела, молодежь стала туда ходить, молодежь голосует активнейшим образом, то есть, молодежь тянется к театру, а за ней, ведь, будущее, не за теми престарелыми чиновниками, которые, когда формируют бюджет, то отщипывают с легкостью от статей здравоохранения, культуры и образования, вот прибавляя, там, не знаю, к силовым структурам, к вооружению, там, и так далее, вот, будущее, к счастью, не за ними, а вот за этими молодыми ребятами, которые приходят в театр, и которые активно голосуют за своих любимых актеров, режиссеров, и за свое будущее в конечной методе. Итак, друзья мои, напомню, что у вас есть возможность до 30-го числа проголосовать на сайте «Звезда театрала» за любимый спектакль, любимого режиссера, актера, там, по всем номинациям пройтись, оставить свой голос. Во-вторых, у вас есть возможность, если вы в Москве, попробовать заказать билет, и, дай бог, будет, как-то сказать, полный зал, сегодня страшно сказать, так нельзя говорить, полный... Уютный зал будет. Уютный, да, да. Спасибо большое моим гостям, напомню, что церемония вручения премии «Звезды театрала» состоится 6 декабря на сцене театра Вахтангова, но и в сети, где мы, собственно говоря, и провели этот час программы «Дифирамп». Спасибо Эхо Москвы за информационную поддержку. Валерия Яковлевна, Алексей Бородин. Спасибо вам большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...